Субтитры создавал DimaTorzok 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 Скажите, пожалуйста, в каких родах войск вы служили и вашей воинской специальности? Рода войск? Сапёр? Сапёр, понятно. А звание было какое? Воинское звание. Сержант. Сержант всю войну, да? Да, демобилизовался сержант. Ясно. Юрий Янович, давайте вспомним предвоенные годы. Вопрос. Было ли у вас ощущение надвигающейся войны? Из чего оно складывалось? То, что вот будет война. Чувствовали? Да кто его знает? Может быть и... Да нет, вроде, ощущения не было, потому что... Всё равно, как... Ну, напряжение-то какое-то было, но... Не знаю, у меня... Я работал на электроаппарате. Угу. В то время, когда войну... Всё, всё, всё. Понятно. А как вы узнали о начале войны? Какова была ваша реакция, ваших близких? С дядькой во дворе дома своего, ну... Пилил дрова. Сосед приходит на крылечко и говорит... Война, говорит, объявлена. Какая война? Как какая? Дядька бросил пилить. Угу. Ну, что было потом? Вот так вот? А? Вот так вот, и вы узнали о начале войны, да? Да. А как были призваны в действующую армию? Скажите, пожалуйста. Как и когда? В действующую армию я был призван... Это значит, что у нас получается? 42-й? Угу. Вот. Май месяц 42-го. Угу. Ну, как хотя бы были призваны? По повестке или добровольно? По повестке. По повестке, да. По повестке, да. И сразу куда вас отправили? А? И сразу куда вас отправили? Помните? А... Тут остался это еще в Екатеринбурге, как бы сказать. Вот. Угу. Не сразу попал в этот... Действующий. Да, да. Призвали. Не, я говорю, ну ладно. Ладно, Юриянович. А скажите, пожалуйста, в каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Пусть... В каких сражениях или операциях вам пришлось принимать участие? Ну, 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 понял я. Да, да. Вот. Собираюсь. С какого начинать? Ну, можете просто перечислить. А? Можете просто перечислить, какие там были сражения. Может, крупные какие-то были. Решающие. Да, крупных-то у меня не было. Потому что, чё, а сапёрдок нас везде гоняли, как... То туда, то сюда. Поутол, как говорится, тише... Ниже травы, тише воды. Угу. Приходилось. Ну... Ладно. А вспомните один или несколько наиболее ярких боевых эпизодов с вашим участием. Который вам запомнился вот на всю жизнь. Можете такое рассказать? Так, сейчас вспоминаю. Угу. Что могло быть? Да так, особо-то не было. Вот уже после... Только вот на Буганаровском, вот давний... Угу. Нас с первого белорусского перебросили на второй белорусский. Угу. На Буганаровский поезда. Ну, вот там немножко, как говорится, пошумел. Ну, вот так, говорится. Лазить-то всё время лазил. Минировал, разминировал там. Угу. Ну, а там пришлось немножко побольше. Ну, расскажите, может, какие-нибудь подробности? Да. Подробности, может, я не расскажу. Что-то там было, что чувствовали при этом. Что-то... Что такого исключительно может было. Всё это, конечно, было исключительно. Не знаю я, у меня как-то не получалось такого громкого-то. Всё. То есть вы минировали и разминировали какие-то территории, да? Ну, было, но... То есть это... Великой Отечественной войны. Ну, ясно. А, Юрий Янович, имеете ли вы награды? Если есть, то какие и за какие заслуги? Просто перечислите, которые были именно получены в годы Великой Отечественной войны. В годы Великой Отечественной войны? Угу. Чё было получше? Ну... Так, сейчас. Первую ещё я получил медаль это за боевые заслуги после ранения. Угу. Ещё из этих, из таких. Остальные все эти, всякие брезневские, да там. Угу. То есть после войны уже? После войны, да. Понятно. Юрий Янович, вопрос. Расскажите, пожалуйста, о своих командирах. Кто из вас больше всех запомнился вам? Каково ваше отношение к ним и их к вам? Ну, сейчас уже фамилию-то позабыл. Ну, можете просто рассказать, как о человеке. Ну, в принципе, фамилию можете не вспоминать, просто вспомните, что за человек был. И чем он вам запомнился? Командир роты. Угу. Вернее, короче говоря, мне запоминать-то, вернее, запоминать, рассказывать. Меня же как собаку гоняли. Я сын отца, этот, сосланного и посаженного. Угу. Вот. И поэтому получалось как? Высывают Касабису. Угу. Через неделю в другую часть посылать. Угу. Вот. И так я прошел где-то 12 частей. Угу. Так что, ну, запомнился мне один, только когда я вторично попал в полковую школу в Ростове-Ягославске. Угу. Это, а что получалось? Получилось, что у меня? Запомнился он мне хорошо. Он, значит, а я уже был в звании ефрейтера, как говорится. Угу. А он все это, любил, что вот он выходит из части, ну, вернее, из роты. Угу. Ему дежурный должен отдавать полный рапорт. Заходит он, должен дежурный отдавать полный рапорт. Угу. Ну, а я вроде немножко уже прошел все это такое. Знал в этот устав положение-то. Но он меня дежурным назначил. Угу. Я, значит, ему пришел в этот, ну, в кабинет-то ему там это, доложил, что дежурный. Принял. Дежурство принял, все. Вышел, дал команду вольно. И встал на свое место к, это, дежурного. Угу. Он выходит. Ну, я его поприветствовал, как положено, как офицера. Он ушел на улицу. С улицы приходит. Я, значит, его опять поприветствовал. Ну, но рапорта я ему не отдал. Угу. Слышу кричит старшина, тот чё, сменить дежурного. Вот, что мне запомнилось. Угу. Ясно. А кого в армии считали наиболее выдающимся полководцем... Слышу кричит старшина... Корректор А.Кулакова Слышу кричит старшина... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok